В 352 городах мира прошел тотальный диктант по русскому языку. Несколько лет назад акция по проверке грамотности стала международной, и в Латвии на этот раз к ней присоединились не только рижане, но и жители других городов. А в Лепые тем временем зарождается новая инициатива. Текст для диктанта 2014 написал Алексей Иванов. Самые знаменитые его произведения «Общага на крови», «Сердце Пармы» и «Географ Глобус Пропел», по которому был снят фильм. Организаторы диктанта подготовили юмористический ролик. Впервые в диктанте участвовала не только Рига, но и Елгова, Ека, Пилсвен, Пилсдаугу, Пилсолейна и Лепая. В общей сложности 612 человек, в том числе 420 рижан. Почему другие города решили писать под диктовку? Мы знали, что в прошлом году очень успешно прошел тотальный диктант в Риге. Было очень много желающих, и мы решили, чем мы хуже. У нас тоже много желающих. В Лепые организаторами диктанта стали учителя русского языка. Они и сами его писали, и авторитетно оценили его сложность. С точки зрения учителя русского языка диктант не такой сложный. Орфограммы, то есть правописание слов, вообще достаточно легкое. Может быть синтексис, пунктуация знака припинания вызовет некоторые затруднения учащихся. По правилам, основные правила расстановки знаков припинания, это программы 8-9 класса. Так что, если средняя школа не забыла еще, то тоже справится. А наши наивные мамы опасались. Как бы дети не узнали о замыслах взрослых, шепотом спрашивали. А на вечерку взяли? В Лепые за парты во второй средней школе сели 32 человека. Ученики разных классов и взрослые. В том числе и корреспондент Первого Балтийского канала. Почему люди решили потратить выходной на написание диктанта? Просто тоже решил себя проверить. Думаю, что пишу грамотно, решил убедиться, точно ли это или нет. Многие участники диктанта высказали такое же мнение. Юлия закончила эту школу сейчас, учится в Великобритании, а вообще давно живет в Москве. С теплотой вспоминаю свои школьные годы и уроки русского. Мне показалось, что это очень интересный опыт проверить по прошествии в более 10 лет свою грамотность. Был даже и семейный подряд. Хотела дочь поддержать. Во-первых, мы вместе пришли. Давно не писала таких вещей, как диктанты. Хотелось проверить свои силы. Варвара призналась, что не сразу поняла, как писать одно из слов, но... Гости приимны. Результаты диктанта будут выложены на сайте проекта. А корреспондент ПБК допустил одну позорную грамматическую ошибку, написав слово «по-видимому» слитно, и шесть пунктуационных. Главная цель тотального диктанта – распространить моду на грамотность. Потому что и вклад, и вклад, и вклад, это можно организовать. И мне такая идея появилась, и, наверное, мы тоже это будем делать. Одновременно такая же идея родилась и в Лепойском отделении Союза писателей Латвии. На латышском «Тотальный диктант» еще никто не писал. Либа Меллер, Айгарс, Бречс, Первый Балтийский канал, Лепая.